Напоминаю, что нормальное давление в любом возрасте, я подчеркиваю, в любом, для здорового человека, это 120 на 70 на 80. Не должно давление с возраста меняться, как и вес взрослого человека не должен меняться с годами. От чего же растет давление? Важный вопрос. Да просто наш организм повышением артериального давления компенсирует недостаток кислорода в тканях и органах. Как это происходит, сейчас я поясню. Как я уже говорил много лет назад в своих лекциях по кровеносной кровотворной системе и в других лекциях, например, по печени, если по какой-то причине происходит сужение просвета сосудов, то, чтобы доставить жизненно важный клеткам кислород, сердцу, вне зависимости от того, сужен сосуд или находится в идеальном состоянии, нужно всегда и без исключений за определенное время прокачать определенный объем крови. Еще раз, если сосуд сужен, то сердцу необходимо качать все равно тот же самый необходимый тканем объем крови, но уже увеличивая артериальное давление. Иначе просто не прокачать тот же необходимый объем крови за ту же единицу времени через зауженный сосуд, как через тот же сосуд нормального диаметра, понимаете? Что, собственно, и происходит. А вот от чего сосуды могут стать заужены или пережаты, слушайте дальше. Ответная реакция организма на сужение сосудов – это поднятие давления кровеносной системы, понимаете? Именно это и делает организм только по-своему. А что делаем мы? Понимаем, что происходит. Устраняем причину повышения давления. Помогаем организму, то есть себе. Нет, мы его убиваем. Итак, первый вывод сделан. Гипертония не болезнь, а есть следствие сужения просвета сосудов, питающих жизненно важные органы системы организма. Всем уже давно пора понять, от чего поднимается давление. А поднимается давление всегда и только всегда и без исключения из-за сужения просвета артерий. А вот каковы причины сужения просвета сосудов? Слушайте прямо сейчас. А что же может сужать просвет диаметра сосудов? Ну, во-первых, это сужение может происходить из-за стрессов. На стресс вырабатываются адреналины и другие гормоны, заставляющие сужаться артерии. Так как это предусмотрено природой, как защита от кровопотерь посредством нейрогуморальной регуляции в организме. Стресс в природе – это защита от кровопотерь и ускорение реакции и реагирование на опасность. Во-вторых, это отложение холестериновых атеросклеротических бляшек и нарастание коллагена в сосудах, что непременно сужает просвет артерий и приводит к повышению давления. В-третьих, это пережимание, передавливание артерий мышцами или позвонками, например, в шее. Когда напряженные, как правило, от стрессов мышцы шеи стягивают шейные позвонки друг с другом или смещают относительно друг друга. И сосуды, артерии, вены таким образом пережимаются, так как они проходят внутри верхних шейных позвонков. Я подробно об этом механизме пережатия сосудов говорил и в лекциях старых, и в новых, например, про отеки лица. Обязательно посмотрите эту важную лекцию. В-четвертых, причинами могут быть некоторые опухоли почек, мозга, сердца и другие опухоли, пережимающие сосуды. Можно без преувеличения сказать, что три четверти всех случаев повышения артериального давления это пережатие мышцами шеи сосудов шеи. Подумайте теперь, какие факторы из приведенных выше есть у вас, может быть, два или три. Эти факторы и надо убрать, и тогда артериальная гипертензия исчезнет как симптом этих реальных причин одной первопричины. Надо постараться не нервничать по пустякам и вообще не допускать стрессы, тем более долгосрочные. Стрессы приводят к спазмам разных групп мышц и нарушают кровообращение. Помимо стрессов, при долгом сидении на стуле или кресле возникает всегда напряжение в мышцах шеи. И таким образом происходит постоянное передавливание сосудов со всеми вытекающими последствиями. Поэтому делайте специальные массажи шеи и головы самостоятельно, я расскажу об этом далее, или обратитесь к хорошему знающему массажисту. И самое важное, делайте те самые упражнения, которые вы можете проводить самостоятельно и которые позволят убрать спазмы мышц шеи и восстановить нормальный кровоток, а значит снизить артериальное давление. Вот эти упражнения. Суть этих упражнений в том, чтобы расслабить мышцы шеи. Главное, задние шейные мышцы. Надо непременно научиться расслаблять их. Они у многих сейчас напряжены круглосуточно из-за сидячего образа жизни, сколиозов, стрессов и прочих причин современной, неестественной, неприродной жизни. В 60-80% случаев это упражнение, проделываемое 2-3 раза в день по 2-3 минуты, уже через несколько дней или недель приведет к стойкому снижению кровяного давления, особенно внутричерепного давления. Все манипуляции с натяжением и расслаблением мышц всегда аналогичны по сути. Кстати, вспомните или посмотрите, кто еще не смотрел мои 2 видео про отеки. А в данном случае упражнение будет заключаться в следующем. Нужно сесть спиной в упор, то есть прижаться спиной плотно к спинке кресла или стула. Лучше сесть на скамейку к стене спиной, расслабиться, соединить ладони в замок и положить руки, сомкнутые ладонями в замке, на затылок. Голова, естественно, путем немного наклонится вперед и вниз. Таким образом, надо держать руки, сцепленные вместе под весом самих же рук, без дополнительного давления на голову, 2-3 минуты, в полностью расслабленном состоянии. Это очень важно. Вы почувствуете специфическое натяжение задних мышц шеи. Так и должно быть. Есть еще упражнения для боковых и передних мышц шеи, коли уж мы говорим о них. Дам вам совет для тренировки всех групп мышц шеи. Есть известная и привычная разминка. Это попеременные наклоны головы в стороны и вперед-назад по 2-3 минуты в день. Но эта разминка хорошо известна со школы. Мы все ее делали в свое время. Но есть и особые дополнительные упражнения. Так вот, надо наклонить голову сначала налево и левой рукой захватить голову и как бы повесить всю свою руку на голове, прижав область бицепса к левому уху, чтобы рука крепко и без усилий сама держалась и не спадала с головы. При этом необходимо добиться полного расслабления всего тела и руки. Напряжения не должно быть. Затем проделайте такое же самое упражнение в зеркальном отображении, то есть наклонив голову вправо и проделав те же манипуляции с правой рукой. А с передними мышцами шеи чуть сложнее. Вернее, нужно производить 2 манипуляции по 2-3 минуты каждую. Наклонить голову назад, но с поворотом в сторону на 45 градусов примерно. Сначала влево, а затем вправо. Напоминаю, что для разблокировки спазмов мышц, пережимающих сосуды шеи, которые приводят к артериальной гипертензии, проводятся упражнения с наклоном головы вниз, которые я уже пояснил первым делом. А вот как снять стресс. Ну, можно и должно убрать гормоны стресса с помощью пота. Это бег, тренажеры, физработа, работа на земле, это баня. А еще убрать стресс можно, проделав те же манипуляции, о которых я говорил в лекции по отекам лица. То же самое упражнение. Еще один способ или дополнительные меры, это массаж, иглоукалывание, ароматерапия маслами, такими как розмарин, иланг-иланг, дамастская роза, мелиса. Очень полезная мыла из масел и эфирах этих трав. Кстати, мы их уже давно производим.